Магазин товаров Магазин Лава Саплай Магазин Лава Саплай Магазин Лава Саплай Мы надеемся, что через неделю, 10 дней, все вернется к обычному режиму работы. Пользуйтесь услугами магазина Лава Саплай и будьте здоровы! Ну а теперь мы с вами вспомним юбилей, который не праздновался в нашей стране и был сознательно забыт. Начну с совсем недавней личной истории. В мае 2007 года, совсем недавно, 13 лет назад, мы с женой возвращались из Джеймстауна с празднования 400-летия основания в Северной Америке первого постоянного поселения выходцев из Англии. Джеймстаун, 1607 год. Исторический юбилей 400 лет отмечали по обе стороны Атлантики. В Джеймстауне побывала королева Елизавета и ее муж Филипп. Их о юбилее сообщили все ведущие американские газеты и телекомпании. Ну, был выпущен серебряный доллар и золотая пятидолларовая монета. Они есть в моей коллекции. В Джеймстауне мы с женой познакомились с чудесной парой из Массахузетса. Мы обменялись телефонами, обменялись электронными адресами. И мы договорились встретиться в ноябре 2020 года на праздновании 400-летия высадки судна «Мэкфлайвер», пассажиров которой основали Плиматскую колонию. Это второе поселение выходцев из Англии. Со временем нашей поездки в Джеймстаун прошло 13 лет. Срок большой. Иных уж нет, а те далече, как мы читаем у Пушкина в Евгении Онегине. Иных уж нет, а те далече. Но даже если бы мы все остались живы, были здоровы и молоды, наша встреча вряд ли состоялась бы. Потому что не было никакого празднования 400-летней годовщины со дня основания Плиматской колонии. Не было ни из-за эпидемии китайской болезни, хотя, конечно, опасение подхватить эту болезнь, эту заразу сыграло свою роль. Но, дамы и господа, никакая болезнь не могла служить препятствием ведущим телекомпаниям посвятить часок-другой 400-летней годовщине. И почему 11 ноября, в день юбилея, газета «Нью-Йорк Таймс» не удосужилась напомнить читателям об исторической высадке? Коронавирус попутал? Нет, дамы и господа, не пандемия COVID-19 помешала телевизионщикам и газетчикам информировать телезрителей и читателей о 400-летней годовщине исторического события. Помешала им другая зараза, другая пандемия. Пандемия политкорректности. И все, что связано с этой болезнью, эту болезнь, Владимир Буковский назвал хуже марксизма-ленинизмом. За 13 лет, которые разделили два 400-летних юбилея, наша страна изменилась. Изменилась она до неузнаваемости. Если в 2007 году, 13 лет назад, кому-нибудь приходила в голову мысль сбрасывать с пьедесталов памятники героям конфедерации Роберту Ли и Томасу Джексону, таковы, если существовали, они помалкивали. Они не пытались засветиться. О сбрасывании с пьедесталов памятников Авраму Линкольну и Теодору Рузвельту, но об этом даже не думали отморозки. И невозможно было увидеть и услышать не на телеканале CNN кого-либо, кто говорил, что в столице не место монументу Вашингтона и мемориалу Джефферсона. В 2007 году нам в страшном сне не могли присниться расистко-марксистское движение «Жизни черных важны» и террористическая организация «Антифан». Сегодня эти экстремистские организации существуют с благословением и одобрением одной из главных в стране политических партий, демократической партии. Ну и, конечно, в 2007 году вряд ли кто-либо сомневался, что день рождения нашей страны, Соединенных Штатов Америки, это 4 июля, день независимости. Нынче эта дата ставится под сомнение. Я напомню, редакционная коллегия «Нью-Йорк Таймс» — это флагман либерально-прогрессивных СМИ. Она решила познакомить нас с другой датой рождения страны. 18 августа 2019 года журнал «The New York Times Magazine», он находится в моей коллекции, естественно, 2019 год, журнал «Воскресный номер» 18 августа, он обнарудовал программу 1619, «The 1619 Project». В этой программе утверждается, отсчет истории Соединенных Штатов Америки следует начинать не с 1 июля 1776 года, а с августовского дня 1619, когда в основанную в 1607 году колонию «Вирджиния» были привезены 20 работ из Африки. Авторы программы объявили всему, что у нас учат, всему, что у нас с вами есть, всему мы обязаны чернокожим. Вот что, в частности, говорилось в этой программе, я цитирую. «В стране не было ничего, что не было бы затронуто последовавшим 250-летиям рабством, и почти все, что сделало Америку исключительной, выросло из рабства». Это мы считаем в журнале «The New York Times Magazine», в журнале от 18 августа 2019 года. Программа 1619 предназначена для изучения в школах. Преподавателям следует делать акцент на российской сущности Соединенных Штатов Америки. Через несколько дней после того, как New York Times Magazine обнародовал программу 619, газета «Вашингтон пост» немедленно развела эту тему. Она опубликовала статью с таким названием «Преподавать правду об Америке необходимо». Газета писала, «Говорить в американской государственной школе о рабстве с давних пор не удается. Многие учителя чувствуют себя плохо подготовленными, и большинство учебников скользят по поверхности». Газета седовала на недостаток преподавателей, которые делают акцент на роли расизма в формировании страны. Но вот когда таковых станет большинство, цель программы 1619 будет достигнута. Мальчики и девочки, они уже давно оболваниваются, но это только начало. Они начнут усваивать со школьной скамьи, что они живут в стране, основанной белыми расистами. И расизм проник во все сферы общества и до сих пор не ежит. С выходом в свет программы 1619 тема расизма стала регулярной не только в прогрессивных СМИ. Эта тема стала одной из главных выступлений политиков и демократов. Вот только два примера. Бывший техасский конгрессмен Бета Орурк, но мы помним этого отрока, он хотел быть президентом. Он заявил, что расизм лежит в основе Соединенных Штатов. Нью-Йоркская комсомолка Александрия О'Кассио-Кортес назвала коллегию выборщиков, слушайте внимательно, коллегия выборщиков, «Расистская афера». И кто только сегодня не говорит и пишет об конституциональном, системном расизме. Этот расизм, системный расизм в фундаменте нашей страны. В нем корни всех наших социальных и политических институтов. Вот, например, Википедия. Энциклопедия на интернете. Она пишет, расизм находит свое отражение в неравном распределении богатства, доходов, уголовном правосудии, занятости, доступности жилья, здравоохранения, политической власти и образования. В общем, куда ни кинь, всюду системный расизм. И каждый белый, дамы и господа, каждый белый, это нам сообщают уже ведущие газеты «Нью-Йорк Таймс», «Уолл Стрит Джорнл». Слово «черный», если речь идет о черном человеке, черный, блэк, надо писать с прописной буквы, с прописной. Не верите, загляните в свою газету «Хикаго Трибун». Не будет черных, проповедуют прогрессисты, белые не смогли бы превратить Соединенные Штаты в страну, которая ежегодно манит к себе миллионы землян со всех континентов. Ну и, конечно же, не следует выпячивать заслуги белых. Надо быть весьма осторожным, даже в упоминании таких заслуг, если заслуги вообще существуют. А теперь давайте обратимся к юбилею. Associated Press, информационное агентство, выпустило информацию, которая была озаглавлена так. Интересный заголовок. «Четыре столет спустя наследие Майфлауру содержит в себе гордость и предрассудок». И газета пишет. «Четыре века назад белые европейцы вступили с борта Макфлауру на американский берег». В прошлом, даже совсем недавнем прошлом, никто бы не уточнял, что европейцы были белыми. Но ныне, ныне, сегодня необходимо подчеркивать, на берег сосли белые, и это были белые с предрассудком, предвзятым мнением по отношению к коренным жителям. Поэтому о юбилее следует забыть. И следует забыть обо всем, что с ним связано. В частности, следует забыть о Майфлаурском соглашении. Это первое нормативный источник американского конституционализма. Это символ демократического самоуправления. Но об этом нужно забыть. Пропагандисты системного расизма хотят вычеркнуть из памяти страны этот документ, как и любой другой, опровергающий измышления о российских корнях Америки. Дамы и господа, давайте воскресим в памяти историю, которую учили в школе. Ну, я имею в виду, конечно, не советскую школу, нас этому не учили, но в американской школе учили, и пока что учат, спросите своих детей и внуков, а может быть, кто-то из вас учился в американской школе. История в красе такова. На барке Мэйфлаур, который 6 сентября 1620 года отчалил из порта английского города Плимут и отправился в Америку, было 102 пассажира и 30 членов экипажа. Их путь лежал в Вирджинию, где 13 годами ранее, в 1607 году, был основан Джеймс Таун. Перед тем, как отправиться в путь, они договорились с Вирджинской компанией о праве основать свое поселение, и они обязались соблюдать существовавшие там порядки и правила. Состав пассажиров Мэйфлаура был неоднородным. Большинство составляли религиозные диссиденты. Они конфликтовали с англиканской церковью, были среди пассажиров и такие, которые собирались открыть в новых краях бизнес, заняться предпринимательством. Первую группу принято называть святыми, сайнс, вторую принято называть чужаками, стрэнджерс. И вот большую часть пути разногласий между ними не было. Разногласия начались после того, как штормы и бури сбили судно с курса, и стало ясно, что оно пристанет к американскому берегу, гораздо севернее Вирджинии. Вопрос. Следует ли соблюдать условия соглашения с Вирджинской компанией? Вот тут мнения разделились. Джон Карвер, он был одним из святых, кто вел переговоры с Вирджинской компанией, предложил принять новое соглашение. Он написал и первым подписал Мейфлаурское соглашение. Его подписали еще 40 пассажиров, главы семей. Они обязались обосновать поселения по законам, которые будут, цитирую, соответствовать общему благу колонии. Документ был подписан 11 ноября 1620 года. И в этот день несколько десятков пассажиров сошли на берег и положили начало Плимутской колонии. Спустя годы Уильям Брэдфорд, он поставил вторым подпись под соглашением, под Мейфлаурским соглашением. Он так описывал высадку пассажиров на американский берег. Много лет он был президентом Плимутской колонии. Он писал, я цитирую, дамы и господа, «Все преклонили колени, славя Бога, приведшего нас туда, через необозримый бурный океан и хранившего нас от всех опасностей и бедствий, пока снова не очутились мы на твердой земле в родной своей стихии. А долев океан, а до этого моря бедствий, не имели они здесь ни друзей, чтобы их встретить, ни постоялых дворов, где подкрепили бы изнуренные тела, ни домов, а тем более городов, где могли бы укрыться и искать помощи. А время было зимнее, и тем, кому известны тамошние зимы, видимо, знают, сколь они суровы, и какие бывают свирепые буря, так что путь там опасен даже и по знакомой местности, а тем более вдоль неведомых берегов. Что увидели мы, кроме наводящей ужас мрачной пустыни, ночной диких зверей и диких людей? И коль много их было, мы не знали. Лето уже миновало, и все предстало перед нами оголенной непогодой. Вся местность, заросшая лесом. Позади простирался грозный океан, который пересекли мы, и который теперь неотдалимой преградой отделял нас от цивилизованной страны. Дамы и господа, замечательный текст. Я воспользовался переводом воспоминаний Ильма Брэдфорда, вызданной на русском языке, блестящей книги выдающегося американского историка Дэвида Бурстина. Книга называется «Американцы. Колониальный опыт». Книга, это трехтомник, книжка была издана в России в 1993 году. Мне посчастливилось ее приобрести. И вот, процитировав Брэдфорда, многолетнего губернатора Примусской колонии, историк Бурстин не удержался от комментариев. Вот его комментарий. Никогда еще земля обетованная не представала в столь неприглядном обличии. Однако на протяжении ближайших полутора столетий, до того даже как свершится Американской революции, суровому этому краю было суждено стать одной из наиболее цивилизованных стран на земном шаре. Здесь были прочерчены контуры всей новой цивилизации. 400 лет. 400 лет. Но, дамы и господа, ко времени основания Примусской колонии, это 1620 год, контуры новой цивилизации уже обозначились в полутора тысячах милях к югу Вирджинии. 30 июля 1619 года, то есть почти что за год до начала Примусской колонии, в Джейстауне открылась первая сессия Генеральной Ассамблеи Содружества Вирджиния. Это был первый, первый избранный парламент не только на территории будущих Соединенных Штатов Америки, но и первый во всем западном полушарии. До 60-х годов 19 века Америка знала, Джеймстаун был первым, Плимут вторым. Но как только гражданская война закончилась, началось переписывание истории. Историю мы с вами знаем, пишут победители. Самым известным из толкователей был родившийся в Массачусетции профессор истории Гарвардского университета Генри Адамс. Я напомню, он праправнук второго президента Джона Адамса, правнук шестого президента Джона Куинси Адамса, и он сын посла в Британию во время гражданской войны. Так вот, историк Адамс призвал своих коллег, я цитирую, к фланговой, а лучше к фронтальной атаки на вирджинскую аристократию. Его призыв был услышан. Джеймстаун и первая колония исчезли из учебников, книг, журналов, либо упоминались вскользь. В школах и университетах учили. Америка началась с Плимутской колонии. Ну а теперь наши дни. В наши дни история переписывается в очередной раз. Но теперь переписывается фундаментально. Не Генри Адамс, никакой другой историк никогда не ставили под сомнение, что историю Соединенных Штатов Америки следует вести с июля 1776 года. Программа 1619 требует покончить с этим заблуждением и забыть о любом достижении, не связанной в той или иной степени с вкладом негров. Если же белые европейцы чем-то и прославились, то только жестокостью коренному населению и заковыванию черных в кандалын. Отказ прогрессистов, это отказ леваков всех мастей, либералов, социалистов, марксистов, коммунистов и также отказ участников движения жизни черных важны и фашистов антифы. Праздновать 400-летие высоски пилигримов на Американский берег позволяет предположить, что и многие другие юбилеи будут преданы забвению. Не поздоровится, конечно, и праздником. Недавно прошел незамеченным День Колумба. Насколько я знаю, в Чикаго не было демонстрации в День Колумба. А какой праздник на очереди, дамы и господа? Острые перья и иступленные голоса прогрессистов нацелены на 4 июля, ибо независимость от английской короны была провозглашена белыми европейцами, и они не освободили негров от раков. Какие праздники придут на смену? Может быть, 1 мая Международный День Трудящихся. Родился-то 1 мая, дамы и господа, в нашей стране родился, люди из Чикаго, родился 1 мая, 1 мая 1886 года в Чикаго, когда рабочий вышел на демонстрацию с требованием сократить трудовой день до 8 часов. Спустя 4 года, 1 мая 1890-го, Парижский Конгресс Второго Интернационала объявил 1 мая Днем Солидарности рабочих всего мира. Но нашинские прогрессисты вряд ли сочтут нужным праздновать 1 мая. И вот почему, дамы и господа, ведь 1 мая затеяли белые европейцы. На этом я ставлю точку в монологе, дамы и господа. Но прежде чем поставить вообще точку и предоставить слово нашему рекламному отделу, я хочу вам сказать, что в декабре нас ждут праздники. Нас ждет Ханука, христиан ждет Рождество, и всех нас ждет Новый год. К этим замечательным праздникам у меня есть подарок. Это моя книга «Тень проклятия Токумсе». Книга на русском и на английском языке. Если вы закажете у меня книгу, это стоит всего 20 долларов, включая пересылку, будет авторский автограф. И автограф, автограф, к одному из этих праздников. Дамы и господа, не теряйте времени, заказывайте книгу Алексея Орлова «Тень проклятия Токумсе». Для этого вам нужно отправить емелю на мой адрес. Мой емельный адрес такой 1, циферка 1, машаорлов.gmail.com Вы сообщите свой адрес, а я отправлю вам книжку. И вы пришлете мне чек. На этом-то вот я ставлю точку в монологе. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут. Итак, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии по-прежнему 847-400-5200. Звоните, будем общаться. Ну, а я принимаю первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Вот, уже ни у кого не вызывает сомнений о том, что президентом будет Джо Байден. Но, вместе с тем, народ высказал желание, чтобы через 4 года, 50% населения страны, что через 4 года Трамп вновь смог баллотироваться президентой. Они что, не понимают того, что у нас все же таки произошел государственный переворот, и не только через 4 года, и вообще Трамп, и не то, что Трамп, и вообще республиканцы, близко даже не допустят к Белому Думу. Спасибо. Окей. Ну, во-первых, вы знаете, я воздержусь от всяких прогнозов на будущее, на 4 года тем более, до 5 января. 5 января, как мы знаем, состоятся выборы в Джорджии за 2 места в Сенате. Ну, впервые такое случается, что в один и тот же день, в один и тот же год сразу в одном штате идет борьба за 2 мандата. Такого раньше не было. Через неделю, кстати, я буду говорить обо всем этом. Значит, если, сейчас мы, напомню, 50-48, у нас республиканцев. Я когда говорю «у нас», я имею в виду республиканцев. У нас 48 мандатов, у демократов. У нас 50 мандатов, у демократов 48. Если мы выиграем один из двух мандатов, у нас будет 51. Ну, а выиграем два, будет у нас 52, а у них 48 останется. В этом случае многое из того, что наметила демократическая и социалистическая партия, не состоится. Потому что многое из того, что они наметили, должно быть узаконено Конгрессом. Если в Конгрессе демократы будут владеть только палатой представителей, но не будут владеть Сенатом, при результатах 50-50, но мы с вами знаем, если 50-50, то решающий голос принадлежит председателю Сената. Это вице-президент, вице-президент Камила Харрис. То есть, если 50-50, если демократы выиграют оба места в Джорджии, то считайте, что они, так сказать, контролируют и Сенат. Но вот для того, чтобы принять какой-либо закон, должно быть решение и палаты представителей Сената. Если Сенат окажется под контролем республиканской партии, то, повторюсь еще раз, многого не удастся совершить демократам. Ну, например, им не удастся пополнить состав Верховного суда, им не удастся революционизировать судебную систему, то есть добавить еще федеральные апелляционные суды, им не удастся принять состав Соединенных Штатов, Порто-Рико и Дистрик. Колумбия много не удастся. Таким образом, до 5 января я отказываюсь заглядывать далеко-далеко вперед. После 5 января у нас с вами появится возможность обсуждать, что может случиться, если, не дай бог, не наша партия будет контролировать обе палаты Конгресса. Повторяю, не дай бог, если это случится. Если этого не случится, нам следует вздохнуть свободно, дожидаться выборов 22-го года промежуточных выборов, в которых мы, во-первых, можем укрепить, усилить свое большинство в Сенате, и, во-вторых, мы можем выиграть палату представителей. История свидетельствует, в первый президентский срок партия президента теряет места в палате представителей. Так было, ну, на нашей памяти, на моей памяти всегда. Так было в 2010 году при Обаме, так было в 2002 при Буже, так было в 1994 при Билли Клинтоне и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, дамы и господа, перед тем, как паниковать, говорить, что уже никогда республиканцы ничего не выиграют, давайте подойдем до 5-го января. Не будем спешить с прогнозами. Спасибо за звонок. Следуйте, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Большое спасибо за передачу. Вопрос такой. Немножко я сейчас скажу свое мнение. Смотрите, к власти приходит партия миллиардеров и люмпинов. Я даже не назвал это партией, я бы назвал это бандой жудиков и негодяев. У них огромные желания, и на это нужно много денег. Денег им взять негде. Печатать беспрерывно все-таки не получится, наверное. Китайцы не разрешат. Вопрос, что будет, я думаю, что они начнут грабить средний класс, потому что денег негде больше взять. И ваше мнение, каким образом они будут это осуществлять? Как они будут грабить средний класс, чтобы мы к этому подготовились? Вот такой вопрос. Спасибо. Опять вопрос, связанный с тем, что случится 5 января. Значит, для того, чтобы начать грабить средний класс, грабить нас с вами, Конгресс должен принимать соответствующие законы. В частности, закон пересматривать налоговый закон. Байден говорит, тот, кто будет зарабатывать меньше 400 тысяч долларов в год, тому не надо опасаться увеличению налоговых поборов. Это, ну я не знаю, я не могу подобрать язык, я говорю по ради, но это неправда. История показывает, история показывает. Как только речь заходит о повышении налогов, это касается абсолютно всех, кроме Люмпмина. Ну, если у человека там, я не знаю, либо вообще нет никакого заработка, либо заработок, ну просто минимально. Ну, я не знаю, там 20 тысяч долларов в год, 30 тысяч, я минимальна цифра. Их это может не касаться. Всех остальных будет касаться обязательно, потому что пополнить государственную казну только за счет налогообложения на богатых и на компании, на корпорации. Это так не пополнит. Нужно начать грабить всех. Таким образом, чтобы приступить к грабежу, демократам следует получить большинство в обоих палатах Конгресса. И в палате представителей, и в Сенате. Ну, в Сенате, повторюсь еще раз, 50-50 им принадлежит решающий голос. Если этого не будет, то грабить очень сложно. Потому что грабежи в основном происходят за счет налогов. И это делает Конгресс. Давайте опять-таки подождем до 5 января. До 5 января. Потому что после 5 января, если мы проиграем оба места, оба мандата в Джорджии, может случиться много плохого. И не только повышение налогов. Много плохого. Это может быть и поход на пенсии. Ну, например, я вам скажу, что сказать. Сейчас, если человек просто получает пенсию Social Security, она не облагается никаким налогом. В зависимости от того... Не в зависимости от того, какого размера эта пенсия. Я, например, плачу налог по доходу должен платить, потому что у меня кроме пенсии Social Security есть другие. У меня есть 401k. 401k всегда облагается налогом. То, что вы получаете с 401k. У меня есть какие-то гонорарные заработки. Но, в принципе, люди, живущие на Social Security, им никакой налог не грозит. Опять-таки, если к власти придет демократическая партия, может и это произойти. Я не хочу загадывать далеко вперед. Повторяю еще раз. Давайте прежде, чем говорить о том, какой грабеж нас ждет, с чего нам следует опасаться, давайте подождем результатов выборов в Сенат в штате Джорджия 5 января. Спасибо. Принимаем следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Алексей, возможно ли, чтобы Верховный суд признал выборы в пяти, там, четырех штатах недействительными в связи с массовыми фальсификациями и в связи с этим передал дело решения, кто будет президентом в Нижнюю палату Конгресса? Окей. Значит, давайте. Вопрос хороший. Значит, 14 декабря в Вашингтоне соберутся выборщики. Если к этому времени, к этому времени, местные штатные органы утвердят результаты всех выборов, в том числе результаты выборов в спорных штатах, в том числе и в Пенсильвании, в Джорджии, в Неваде, в Аризоне, и у Байдена будет уже 270 голосов выборщиков или больше, Верховный суд к этому делу никакого не будет, то есть вообще даже прикасаться не будет. Значит, я считаю, я считаю, что задача адвокатов Трампов, да, или людей, которые затевают судебные процессы, затевают, им нужно сделать акцент не столько на то, чтобы лишить Байдена поста президента, поскольку это вряд ли удастся, это мое мнение. Акцент должен быть сделать на другом. Акцент должен быть сделать на том, чтобы признать противоречащим Конституции, во-первых, голосование по почте, массовое голосование по почте. Я не говорю об абсенте в олте, если, например, вы больны, или вы поехали в долгосрочную зарубежную командировку, или служите в армии, я не знаю, где-то, я не знаю, там, на Тихом океане, вы голосуете по почте, абсенте в олте. Ну, массово, массово, надо признать противоречащим Конституции. И нужно признать противоречащим Конституции право каждого штата использовать софтвэр при голосовании, при подсчете голосов, какое захочет штат. Должно быть софтвэр, софтвэр, общее для всех штатов, для всех штатов. Значит, если до Верховного суда вот дойдет такой процесс, и Верховный суд признает антиконституционным массовое голосование по почте и использование каждым штатом софтвэр на выборах, какой штат захочет, антиконституционным, то есть надежда, что массовое жульничество на наших выборах прекратится. Если этого не будет сделано, если в силе останется голосование по почте, демократы, кстати, уже подготовили закон, закон о том, чтобы разрешить постоянно голосовать по почте. Опять-таки, если 5 мая Сенат останется под республиканцами, под нами, этот закон не будет принят. Если Сенатом завладеют демократы, то будет принят закон, разрешающий всем штатам каким угодно, массовое голосование по почте. Значит, Верховному суду следует признать повторяющий раз антиконституционным противоречием Конституции массовое голосование по почте и софтвэр для выборов каждого штата в отдельности. И еще какие-то вещи, которые выявились на мафинациях. Это Верховный суд. И мое желание, чтобы так произошло. Что касается устранения Байдена с поста президента, мы 14 декабря уже узнаем результаты голосования о выборщиках. И я готов предсказать на 100%, что у Байдена будет больше 270 голосов, и он будет очередным президентом Соединенных Штатов. Спасибо за вопрос. Добрый день, вы в эфире. Учитывая все прошлое Байдена, учитывая за эти годы то, что вскрылось в адрес этой личности, плюс выборная система, где полно махинаций, жульничества, я думаю, в Белый дом Байден не въедет. Поэтому Верховный суд, если до него дойдет, Байдена места в Белом доме нет. Окей, я разрешите, с вами не соглашусь, но как у каждого человека, у вас есть право на свое мнение. Следующий, пожалуйста. Сейчас человеку только что отсоединился. Ну, неважно. Есть вот звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Спасибо за классную передачу. Такой вопрос. Байден заявил, что он будет отменять указы Трампа. Это первый вопрос. Он может это сделать. И второй вопрос. Он собирается сделать закон о признании 11 миллионов нелегалов гражданами. Но я думаю, что это через Сенат не пройдет. Так ли это? Окей. Что касается президентских указов, они хороши тем, что можно что-то делать президенту, плохи тем, что следующий президент может их отменять. Президент Трамп отменил, я не знаю, сколько президентских указов Обамы. Очень много. Именно президентских указов, я подчеркиваю, то, что делает лично президент, а не делает Конгресс. То же самое Байден. У Байдена есть возможность отменить многие указы президента Трампа. Что же касается вашего второго вопроса, то это опять-таки речь идет о законе, который принимает Конгресс. У президента Соединенных Штатов нет своей власти предоставить гражданство всем нелегальным мигрантам. У президента есть, конечно, указ, что какая-то группа молодежи, я не знаю, имеет право проживать в Соединенных Штатах, но опять-таки без какого-либо права получать гражданство и так далее. Поэтому снова, дамы и господа, подождем до 5 января. После этого мы с вами можем пуститься в море, океан прогнозов и прогнозировать все, что нашей душе угодно, потому что мы будем знать, что Конгресс, либо обе палаты Конгресса находятся под контролем демократов, либо под контролем демократов находится только одна палата, палата представителей, нижняя палата, и у них нет возможности сделать все, что они хотят. Подойдем до 5 января. Спасибо за вопрос. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа. Алексей, вы знаете, я... Добрый день. Спасибо, что взяли мой телефон, подняли. Пару дней тому назад я совершенно случайно нажал на кнопку радио, вставив в 5 утра на работу, попал на радио, есть у нас такое радио, я даже не буду говорить, это американское, очень либеральное радио, и там выступала явно по голосу чернокожая ведущая, которая ведет это радио, и она сказала вот такое, я хочу узнать, спросить у вас, как вы думаете, насколько это реально? Она считает, что первым делом, когда Байден войдет в Белый дом, он должен дать дать репарейшн, и на нас подчеркнула, только для черных, только для черных, больше никому, потому что демократическая партия, просто цитирую, нам обязана тем, что она выиграла выборы, тем, что она победила Трампа, и они в долгу у нас, они должны за это платить. Как вы считаете, это реально, что Соединенные Штаты Америки будут платить, это будет, наверное, триллионах долларов, вот этой толпе, этих уголовников? Спасибо большое, хорошего Сенс Гивинга, я вас послушаю по радио, спасибо. Окей, опять-таки вопрос касается Конгресса. Деньгами, согласно Конституции, распоряжается Конгресс. У президента, вот гляните, когда Обама направил кэш, я не помню там сколько, миллиард, полмиллиарда, шестьсот миллионов, я не помню точную цифру, направил кэш Ирану, это было абсолютное нарушение Конституции, потому что президент Соединенных Штатов не имеет по Конституции права распоряжаться финансами страны. Финансами страны распоряжается Конгресс. Поэтому, когда речь зайдет о репарациях, что бы эта тетка, которую вы слышали, не говорила, она может говорить все, что угодно, демократическая партия обязана черным, все, что угодно, но не в силах президента Соединенных Штатов, будь то Байден, будь то я не знаю кто, отвалить любую сумму, как репарацию черным, за грехи белых европейцев. Это может сделать только Конгресс. Опять-таки, дамы и господа, надо уже быть реалистами, на этот счет реалистами. Я допускаю, что Конгресс, Конгресс, если он станет демократическим, он может принять нечто такого закона, и, видимо, президент может такой закон подписать, закон на репарациях. Но, не будем забывать, в Палате представителей перевыборы проходят каждые два года. В Сенате сенаторы меняют свои места каждые шесть лет. Если такой закон будет принят только усилиями демократов, то многие демократы, которые проголосуют за такой закон, особенно в Палате представителей, они будут избирателями и изгнаны из Палаты представителей. Поэтому, прежде чем предлагать такой закон, лидеры демократической партии должны подумать об очень-очень многом. Потому что такой закон может похоронить их шансы не только на промежуточные выборы 2022 года, но и похоронить шансы на президентство в 2024 году. Это дело Конгресса. То, что вот это радиоведущая, которого вы слышали, сказали, это не дело президента. Это дело Конгресса. Президент деньгами из казны не распоряжается. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Итак, Алексей, у нас есть буквально две минутки. Ваше заключительное слово, и мы будем закругляться. Окей, дамы и господа, через неделю я буду говорить о выборах в штате Джорджия. Потому что это уникальные выборы. Никогда ранее в истории нашей страны в один день, в один год не проходили выборы в одном штате на два места в Сенате. Это всегда такие выборы в каждом штате разделены либо двумя годами, либо четырьмя. Такого никогда не было. И никогда, естественно, от результата двух мандатов не зависело будущее нашей страны. Это действительно исторические выборы. Джорджия находится рядом со мной. Я планирую 5 января, это у нас будет вторник, 6 января я буду встречаться с вами, 5 января я планирую поехать в город Афины. Есть такой город не только в Греции, но есть и в штате Джорджия, мне до него ехать. 2,5-3 часа, 170 миль, совсем недолго. Немного. Я хочу просто увидеть, пофотографировать. Город Афины, кстати, небольшой город, но это город университета Джорджия. Но раз это университетский город, это левый город. Я уже выяснил, что это левый город. Тем не менее, мне интересно, что будет происходить на избирательных участках. Я не буду входить, я хочу посмотреть на очереди, я хочу посмотреть на полицию, которая будет охранять, я хочу посмотреть на машины из других штатов. Меня это тоже здорово интересует. В общем, и через неделю я вам буду рассказывать о выборах в штате Джорджия, причем это действительно интересные выборы. Не только потому, что они уникальны, а потому, что столкнутся кандидаты, два кандидата-бизнесмена, она и он, республиканцы, республиканница и республиканка, с прошлым в бизнесе, бизнесмен, и два левых отморозка. Один негритянский пастор, другой, другой отморозок, сын иммигранта из Советского Союза. Вот такие у нас дела, дамы и господа. Ждите, через неделю будет рассказ. Алексей, я хочу вас поздравить с наступающим Thanksgiving праздником, ну и поблагодарить... Happy Turkey! Happy Turkey! Happy Turkey! И спасибо вам за все ваши передачи, за то, что вы есть, за то, что вы нас радуете своей информацией. Спасибо огромное. Ну и покушайте вкусно, Turkey. Будьте здоровы! Будьте здоровы, дамы господа! Субтитры подогнал «Симон»!